Не смешно Как им приходит это в голову? Это жесть, это ужас Каждый раз хобб страдает Когда вы увидите в видео, что я бью собаку Привет, я Аня Мэджик И сегодня, ребята, у нас будет новая рубрика на канале И я очень прошу вас поддержать меня Потому что я всегда стараюсь для вас придумывать какие-нибудь новые форматы Поэтому ставьте лайк на это видео И если вам понравится эта рубрика, мы будем ее постоянно продолжать А еще обязательно подписывайтесь на Телеграм Потому что именно там мы обсуждали с вами недавно Какие вообще видео вам нравятся на канале И, конечно же, в комментариях пишите, какие ролики вы ждете Какие рубрики вы больше всего любите Я буду их читать, ставить лайки, отвечать вам Они появляются в видео А также я решила, что в видео будут появляться не случайные комментарии А интересные комментарии Заранее извиняюсь, если меня будет очень сильно бомбить Потому что, когда я готовилась к этой рубрике Меня бомбило просто капец как Видео у нас будут самые разные, из разных социальных сетей По сути, это не так важно Важно, что происходит в этих роликах Итак, давайте начнем с какого-нибудь безобидного контента Когда я наткнулась на это видео, я сначала ничего в нем особого не заподозрила Меня лишь смутило то, что девочка держит этого кота бедного Он издает какие-то звуки Она положила какой-то эффект И как бы... Мне просто стало немножко жалко котика Явно ему не нравится то, что происходит Я тоже иногда, если честно, кейсу Алису тискаю И ей не всегда это нравится Но дальше, когда мы заходим на ее канал Мы видим, что коту явно некомфортно И он не виноват, что именно с ним ролики у девочки набрали 16 миллионов, 7 миллионов, 9 миллионов И она стала просто этого кота каждый раз запихивать в кадр Вот посмотрите все это видео Посмотрите все ролики, которые я вам покажу И если вы согласны с моим мнением, поставьте лайк под нашим видео Если вы с ним не согласны, поставьте дизлайк Я хочу посмотреть, сколько людей считают, что это все весело, смешно и прикольно Вы спросите, что не так, Ань? Ты тоже тискаешь свою кошку, она тоже мяукает и не всегда довольна И наверняка у многих из моих подписчиков есть котики, которых мы тискаем И они такие Отпусти меня, я тебя ненавижу Но здесь получается, эта тема эксплуатируется То есть человек постоянно это делает А коту постоянно это не нравится Поэтому да, это видео все равно попадает в топ 10 сегодняшнего нашего трэша И того, что творят люди со своими животными Дальше мы натыкаемся на еще один канал, который называется Big Kitty Puss Puss Это видео набрало 34 миллиона просмотров Тут есть видео и по 5, и по 6 миллионов, и по 11 тысяч Это не так важно Важно то, что эксплуатируется тема жирного кота Опять же, кто-то спросит, а в чем проблема? Ну, жирный кот и жирный кот А проблема в том, как раз, что он жирный или она Люди используют ее лишний вес, как хайп для видео То есть они снимают, прикалываются, угорают над тем, что кошка толстая Все остальные зрители тоже смотрят на это и такие Класс, жирная кошка! Капец, какая она жирная! Как она смешно ходит! Это очень мило! Очень мило будет, когда кто-нибудь из этих существ С явными проблемами с весом начнет болеть Или умрет, например, от сердечного приступа Лишний вес для животных, это опасно Если взрослый человек осознанно выбирает, что он вот такой И как бы это окей и не ваше дело Когда речь идет о зависимых существах Дети, кошечки, собачки То, как вы их кормите, зависит от вас Они не сами выбирают Мне кажется, на самом деле, это животное страдает А нам всем весело! Точно такой же я встречала ролик, очень веселый и смешной Я не буду здесь повторяться, вы все сами и так понимаете Не смешно, не смешно! Кто-то сейчас такой Ты просто им завидуешь! А чтобы я еще меньше завидовала им Давайте на нашем канале наберем, наконец-то, 3 миллиона подписчиков Нам чуть-чуть осталось, ребята, подписывайтесь Еще один канал, на который я наткнулась Это тоже попытка развить какие-то собачьи приколы у себя в соцсети Там два видео, которые набрали огромное количество просмотров 13-20 миллионов И выглядят они так Давайте посмотрим Скажите, что не так с этими видео? Все вроде как нормально, да? Просто человек прикалывается, что такого? Есть небольшая разница Это очень тоненькая, тоненькая грань Когда кто-то просто пранкует и разыгрывает своих животных Это смотрится довольно мило Очень часто это еще и полезно для животных с точки зрения их развития А иногда происходит вот такая вот фигня Человек засовывает ей в рот трубку Закрывает нос, чтобы произошел вот этот звук И все зрители этого видео просто поугарали Мне не смешно Она просто терпит то, что делает хозяин с ней Сделай это со своим ребенком, почему бы и нет Понимаете ли вы разницу? То есть вот на этом канале есть еще какие-то другие видео Которые в принципе безобидные Они очень милые и могут набрать так же большое количество просмотров Так вот разница Когда ты делаешь какой-то розыгрыш на собаке или пранк Вот эти вот ролики, которые здесь есть про фокусы В целом собака не испытывает какой-то дискомфорт А в случае, если еще пытаются угадать что-то Или ее разыгрывают, показывают ей какой-то фокус То у собаки развивается мышление А вот когда просто ей засовывают что-то в рот Закрывают нос и все угорают Вот это уже не смешно Если вы найдете где-то в интернете Какие-то вот такие видосы, которые вы посчитаете трэшовыми Присылайте мне их для моей рубрики Можно в комментариях в телеграме Можно вконтакте в личку присылать И пишите, например, для рубрики «Что они творят» Можете в любые другие соцсети Ссылочки там внизу будут в описании на все соцсети Можете найти любую соцсеть, которая вам удобна И туда отправить Можете, кстати, не только присылать видео для рубрики «Что они творят» А вообще любые видео, на которые вы бы хотели от меня реакцию Я не могла обойти стороной И это видео, которое я обнаружила Это... Он физически какое-то воздействие прикладывает на своего пса Что я считаю тоже далеко не очень нормально Как им приходит это в голову, вы просто мне объясните, пожалуйста Но самое главное в этом всем Это то, что у собаки явная проблема Собака находится в состоянии стресса Потому что она находится в состоянии агрессии И многим людям почему-то агрессия кажется очень смешной Но на самом деле это совсем не смешно И почему собаке плохо, вы спросите Она злая, просто злая, псина какая-то, рычи Если вам кажется, что когда собака агрессивная Это просто злая какая-то собака, невоспитанная, нет Значит, дело в хозяине Собака не может быть агрессивной просто так Просто вот она родилась, и она злая, и всех сжирает Это значит, что когда-то в какой-то момент это поведение было подкреплено Просто так щенок не рождается злым Очень часто они такими становятся по какой-то причине И этой собаке явно плохо Почему? Потому что любое состояние вот такое негативное для собаки Это стресс Вариант, который можно решить эту проблему Это пойти к зоопсихологу, пойти к кинологу Пойти заниматься с собакой Это будет экологично, это будет хорошо по отношению к вашей собаке А вот это, это не хорошо по отношению к собаке Вообще, тема агрессии в видосах про животных, она очень популярна Это типа такой тренд Фу, у меня даже сердце, мне кажется, заболело Ну теперь давайте перейдем на белую сторону И обратимся реально к рассудительности И тот, и другой случай, они ненормальные И нет, это не хозяева ненормальные, не животные ненормальные Это вот эти, вот этот контент, он ненормальный Хозяева поступают каким образом? Они просто забивают на свое животное Они не думают, что животное в состоянии агрессии Постоянно находится в состоянии стресса Они думают, что, ну, такая вот вышла у них собачка Вот такая вот кошечка На самом деле, это поведение они когда-то подкрепили И очень часто хозяева, особенно маленьких собак И в кошек в том числе, очень позитивно относятся к агрессии И когда собака начинает защищать, что-то защищать, на что-то рычать Запрещать хозяину прикасаться к ней Не давать трогать свою миску, еду и вообще, в принципе, какой-то любой предмет, игрушку Часто хозяева делают так Ну что ты, ну ладно тебе, ну успокойся, ты мой хорошенький, миленький Музи-пуси, музи-пуси Этим они подкрепляют плохое поведение, негативное поведение И в следующий раз собака запоминает Когда я веду себя вот так, хозяин ведет себя со мной хорошо И мне очень жаль этих животных Жаль то, что они в этой своей агрессии очень страдают Это равносильно, как мы будем видеть ребенка в истерике Вот просто представьте какое-нибудь видео Замените вот эту чихуашку или этого котика на ребенка И представьте, родитель такой к нему приближается, а он его херачит палкой Или он бьет его, бросается на своего родителя Начинает кусать, рвать его зубами, вырывать ему руками волосы И вот это все, вы можете себе такое представить? Будет ли кто-то над этим смеяться? Я думаю, что люди со слезами на глазах будут на это смотреть Почему? Потому что они понимают, что то, что такое поведение у ребенка Это ненормальное, с ним что-то не так, у него проблемы, им нужно к психологу Так вот здесь то же самое Целый, просто целый огромный аккаунт с ужасными видео Это жесть, это трэш, это ужас, у меня просто нет слов Поверьте, это не весело, это грустно Грустно то, что собака находится в таком состоянии, постоянном состоянии напряжения, агрессии, стресса И хозяин еще это, еще больше пушит и пушит Все веселятся, все смеются Единственный вот комментарий, который я встретила Это выглядит как какое-то вот мучение для нее в каждом видео Я надеюсь, что вы с ней нормально обращаетесь и заботитесь о ней вне камеры Все остальные комментарии это смех и радость и веселье Давайте посмотрим несколько кадров Да, да, меня бомбит от того, что это возможно От того, что это происходит Это пипец, это просто я... Я только сейчас увидела, что на этом аккаунте есть видео и по 48, и по 20, и по 90 миллионов Есть поменьше, есть побольше Там очень много подписчиков Это, во-первых, относится к той теме про агрессию, о которой я сказала Что у собаки явно проблемы Она явно агрессивная Это собака явно, которой нужно к зоопсихологу и кинологу в первую очередь Ей нужно очень необходимо Просто безумно необходимо, чтобы ее хозяин занялся дрессировкой с ней Контактом и воспитанием И получается, что хозяин заметил эту фишку, снял пару там видео Они зашли, и он стал серьезно, прям активно эксплуатировать тему собачьей агрессии Мне жалко этого Йорка У него проблемы Пожалуйста, сделайте что-нибудь Хозяин, пойдите к зоопсихологу Пойдите к дрессировщику Сделайте что-нибудь со своей собакой, ей плохо Это живое существо, которое постоянно доводит до нервов, до злости, до агрессии Мне нормально так относиться к своему животному Это не просто развлекательное, веселое видео, где собачка сидит Или делает какую-то команду Или где вы прячете вкусняшку Где вы ее прикалываетесь над ней, разыгрываете Вы доводите свою собаку до состояния злости и агрессии Разными способами Каждый раз Эта расшатанная психика У меня не укладывается в голове Как это может вызывать смех у такого большого количества людей Как большое такое количество людей этим делится Все веселятся, ржут Мне кажется, или мир сошел с ума Да остановите, я сойду Да, меня бомбит Я могу просто взять камеру и телефон Просто вот навести на собаку Например, на ту же Софишу И она сама будет пытаться что-то делать Потому что так в ее памяти запомнилось Что когда она что-то делает, она получает вкусняшку И это ее развивает Это дрессировка Это не издевательство Это для собаки хорошо Это контакт с хозяином Это новые знания Новые команды Это развитие Это куча всего И когда я снимаю какую-то сказочку В которой собака идет Заходит в дверь Что-то берет Достает Или как Юми там у нас в кадре ворвала деньги Это команды Когда человек занимается с собакой И дрессирует ее Это для собаки очень хорошо Снимать сказки с животными Или разыгрывать их Или снимать какие-то добрые пранки Да даже одевать Или наряжать собак Или снимать какие-то прикольные фотосессии Это не так ужасно Как вообще ничего не делать со своей собакой И доводить ее до такого состояния Да, я не святой человек Да, бывают кадры Которые я придумываю И хочу, чтобы мои животные их воплотили И да, мне приходится уговаривать Да, мне приходится подкреплять это положительно Но эксплуатировать состояние агрессии Состояние стресса Делать все вот так Это реально неправильно Агрессию эксплуатируют очень многие И вот, например, есть такое видео Где парень очень классно поет Каждый раз кот страдает Коту плохо Это сразу видно Что ему не нравится то, что происходит Поить животных алкоголем И разрешать им пить в кадре Ты видишь это Ты снимаешь это А потом смотреть, какая будет реакция Как будет животное себя чувствовать И веселиться И снимать это на видео Это не алкоголь для животных Ну, типа, есть же такие приколы Мы снимали такие видео Даже собачье пиво Или кошачье вино Безумные товары Кстати, если хотите ее В скором времени Ставьте лайк И мы проверим Какое-нибудь безумие Так вот, это одна история Там, конечно же, нет никакого Алкоголя и спирта В этих напитках А вот когда Это реальный алкоголь Это этанол Этанол Это страшная, опасная вещь Она плохо влияет на мозг людей Она отравляет Это токсин Это интоксикация Тысяча баллов трэшовости Всем тем, кто позволяет Своим животным Пить алкоголь И все эти мифы Про вино Про пиво Про что-то еще Для животных Это все мифы Алкоголь вреден Всем И людям И животным Но самое трэшовое Наверное, в этом даже не то Что их поят Отравляют этим алкоголем А что человек потом Это снимает Снимает это состояние Если бы они понимали Я думаю, большинство животных Просто бы сбежало из дома Вот как я сказала Есть грань между Развлекательным контентом Где животным неплохо И вот этим вот контентом Где животным плохо Когда вы увидите в видео Что я бью собаку Вы скажете Капец, кошмар Вы не поставите лайк Вы не поделитесь этим видео А если поделитесь Только чтобы рассказать Об этом людям Чтобы как можно больше людей Пришли и отменили Просто захейтили этого человека И то там наверняка Найдутся такие Кто скажет, что это нормально А когда вы снимаете видео Где пьяная собака Которую вы только что Напоили Ходит и не может встать Это окей Это весело Можно ли это взять в нашу рубрику Но я решила, что да Это все равно ненормально Животные здесь Используются людьми Они не сами что-то делают Коту явно все происходящее Очень не нравится Вот эта тряпка Которая его вытирают Собака просто походу спит Но котику явно не хорошо Теперь мне опять жаль эту собаку Почему? Потому что если это было Одно какое-то видео Ну окей, хорошо Ее просто положили полежать Вот так, да И что-то с ней изобразили То есть по сути Можно также положить у мячу Что-то изобразить Надеть на нее какой-то костюм Она даже не почувствует Она лежит себе и спит Все окей Но если, например, каждый раз Постоянно там Совать ей что-то в рот Доставать, ковырять Постоянно что-то делать Ради видосиков вот этих Мне кажется, это тоже не очень нормально В общем, я отнесла все-таки Это в трэш-контент Вдох-контент Субтитры сделал DimaTorzok